Ежегодно граждане нашей страны, которые получили доходы, облагаемые по доходным налогам через налоговые органы, представляют налоговую декларацию по подоходному налогу. Срок представленной декларации 31 марта года следующего зачета. Не позднее 31 марта этого года физические лица должны отчитаться в отношении доходов, полученных в предыдущем году. К этим доходам можно отнести, наверное, основная категория – это доходы, полученные от источников за пределами Республики Беларусь. То есть лица, которые проживали на территории нашей страны более чем 180 дней календарных дня, признаются налоговыми резидентами и обязаны представить декларацию по доходам, полученным из-за границы. Это может быть и заработная плата, и дивиденды, и выигрыши в иностранных онлайн-казино, выигрыши на иностранном рынке Форекс. Это могут быть проценты по вкладам в депозитах. Это могут быть подарки от друзей, не являющихся близкими родственниками. То есть это очень массовая, обширная категория физических лиц. Следующая крупная категория граждан, которые должны представить декларацию – это те лица, которые в прошлом году продали несколько автомобилей, либо в течение пяти лет продали несколько объектов недвижимости. То есть, например, если в течение 2020 года человек продал два и более легковых автомобиля, то второе и последующее автомобили облагаются подоходным налогом. Или другая ситуация. Если человек на протяжении последних пяти лет продал две квартиры, два жилых дома, два земельных участка, то вторая квартира, второй дом будут облагаться налогом. Здесь нужно учитывать один важный нюанс, что именно однотипные виды имущества, то есть именно две квартиры. То есть, если человек продал за пять лет один жилой дом и одну квартиру, отчитываться перед налоговой службой не требуется. Точно так же нужно представить декларацию тем, кто получил подарки от лиц, которые не являются близкими родственниками. Это может быть и из-за границы, и даже на территории Беларуси. Один важный момент о том, что если сумма подарков от неблизких родственников не превышает 7 тысяч 3 белорусских рубля, то декларацию подавать не нужно. А вот если только превышает, то необходимо подать декларацию и с суммой превышения заплатить подоходный налог. Налоговую декларацию гражданин имеет право приставить лично в налоговый орган, причем у налоговых органов действует принцип экстерриториальности. То есть, независимо от того, где ты проживаешь, где ты зарегистрирован, ты можешь обратиться абсолютно в любой налоговый орган, который ближе и удобнее для тебя. Второй способ — это направить декларацию по почте. То есть, можно ее взять с официального сайта налоговых органов, либо с любой справочной системы, заполнить дома самостоятельно, от руки, либо компьютерным способом распечатать и направить по почте. Но, наверное, самый более удобный способ — это приставление декларации в электронном виде. Для того, чтобы подать в электронном виде декларацию, необходимо однократно обратиться в любой налоговый орган, зарегистрироваться в личном кабинете, получить логин, пароль. При входе необходимо будет сменить этот пароль для того, чтобы все-таки обеспечить безопасность данных, и приставлять декларацию в электронном виде. Причем для лиц, которые подают декларацию в электронном виде, налоговые органы размещают в личном кабинете проект, предварительно заполненную декларацию, в котором уже отражаются сведения о тех доходах, которые есть в распоряжении налоговых органов. Это очень удобно, когда ты открываешь проект декларации, ты видишь все переводы из-за границы, ты сам проанализировал, если это от родственников, ты можешь их исключить, если каких-то сведений нет, ты их дополняешь и декларацию переставляешь. При этом для гражданина не нужно иметь никакой электронно-цифровой подписи. Все происходит по логину и паролю, полученному в налоговом органе. И вот этот удобный способ граждане оценили. То есть если впервые три года назад, когда он был запущен, только 4% граждан подали декларацию в электронном виде, то в прошлом году таких граждан уже было 60%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова